Всем привет! Вы смотрите вторую серию туториалов по постройке реалистичного принтера в Майнкрафте. В прошлой серии мы остановились на том, что сделали системку, которая спавнит нашу буковку А по нажатию на кнопочку. Сегодня мы займемся основной системой сдвигового регистра, то есть заставим нашу систему спавнить сразу несколько буковок, то есть ААА, БББ и так далее, то есть друг с другом их сделаем. И также познакомимся с новым типом сдвигового регистра, который работает на команде Test4, то есть он работает на системе Scoreboard и команде Test4. Вот так вот. Значит, познакомимся с самим, собственно, регистром для начала, а потом уже сделаем саму систему принтера. Введем сейчас команду I-137, если находитесь на сервере Bucket, выдадите здесь командный блок, поставьте от него компаратор, вот так вот, ну и поставим для наглядности, скажем, вот такую вот лампочку. Вот. Значит, как работает команда Test4 в плане регистра? У нас будет проверяться в каждом командном блоке определенное количество очков, находящихся в системе Scoreboard у нас, то есть по нашему нику. Вот. И если у нас выдается необходимое количество очков, то лампочка будет гореть от компаратора. Вот так вот. Значит, как же это будет работать? Значит, введем в команду, в командный блок Test4, собака А, то есть проверка всех игроков, Score, то есть количество очков. И давайте придумаем какое-нибудь сразу название. Cannon, например, просто будет Cannon. Score Cannon равно 1, или пусть будет 0, нет, пусть будет 0, ладно. Далее, Score Cannon, Min, то есть минимал, минимальное количество очков, равно также 0, и все. То есть вот вся наша основная команда. Он будет проверять у нас количество игроков, находящихся в любом радиусе абсолютно этого командного блока, с количеством игроков равным 0, то есть минимум-минимум. Вот так вот. Вот такое простейшее условие. Далее. Нам необходимо создать Scoreboard, который будет отвечать именно под названием Cannon, за количество очков. Он создается простейшей командой Scoreboard Objectives Added Dummy. Мы впоследствии замутим так, чтобы он создавался абсолютно автоматически, с помощью нажатия простейшей клавиши, но пока что давайте создадим его вручную. Пока что, для времени. Так, Scoreboard Objectives Added Cannon, название, которое мы ввели уже в командном блоке, Dummy. Вот так вот. Вот. Далее. Для ясности, чтобы у нас было видно, сколько у нас очков. Scoreboard Objectives Set Display Cannon. Нет, Set Display CD Bar Cannon. Вот так вот. У нас теперь будет отображаться количество очков, находящихся в системе вот у нас справа на экране, в правой части экрана. Вот. Ну и теперь у нас по умолчанию у каждого игрока, находящегося на этой карте, будет 0 количество очков, то есть 0 очки. Вот так вот. Вот. Далее. Проложим здесь Redstone, чтобы как-то обновлять вот эти командные блоки. Далее. Стаканем эту систему 5 раз, например, Stack 4. Вот. Чтобы было 5 лампочек. Ну и теперь абсолютно в каждую штучку вместо 0 мы заменяем на необходимое количество очков. Здесь будет единичка, здесь будет двоечка, так, троечка, так, троечка, 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 четверочка. Отлично. А этого хватит. Для примера просто, по крайней мере. Далее ставим постоянное обновление командных блоков. То есть просто сделаем какую-нибудь мигалочку, простенькую, на определенном расстоянии, чтобы командные блоки нормально обновлялись и есть такой просто баг. Вот. Вот так вот. Такую мигалочку, самая обычная, от рычага работающая. Вот. И у нас загорится только лишь одна лампочка. То есть по умолчанию в нашей системе, как только мы создали эту систему скорбордовскую, у нас количество очков равно 0. Далее, если мы введем команду пока что вручную, команду, скорборд, плеерс, сет, ваш ник. Это у меня просто лисушный аккаунт, поэтому приходится с таким поганым ником играть. Вот. Сет, мистер мог 64, кэнон 1. У нас переменит система уже на вторую позицию. Если введем, скажем, 3, то уже вот на эту позицию. Вот так вот. То есть это сдвиговый регистр. Значит, почему же он сдвиговый? Потому что у нас есть команда не только set, но и added и remove. То есть этот сдвиговый регистр работает в две стороны. Added, мистер мог 64, кэнон. Так. Кэнон 1. Вот так вот. И если введем команду remove, мы сможем просто оперировать с системой скорборд. Вот так вот, так remove. Remove. И изменять позиции регистра. Это простейший сдвиговый регистр. Он очень компактный, очень красивый. Он мне лично нравится. И я его практически здесь сейчас использую. Он довольно удобный. Вот. Это был простейший пример. Теперь нам необходимо всю эту систему перенести вон туда вниз. То есть сделать так, чтобы принтер работал автоматически по этой системе. То есть нажали клавишу, у нас работал скорборд, напечатал нашу буковку, и позиция переместилась на следующую буковку. И так далее. Как же это сделать? Давайте сразу подготовим нашу систему, потом уже будем переносить регистр сдвига. Значит у нас будет не только система, позволяющая печатать буковки, но также будет система, которая позволяет их удалять. То есть ошиблись буквы, нажали клавишу Backspace, и буковка предыдущая удалилась. Это довольно просто сделать, сейчас покажу как. Особенно с помощью новой команды Fill, которая появилась в версии Minecraft 1.8. Выдаем себе один командный блок. Пока что подпустим, стоит здесь вот, где-нибудь. Допустим, где-нибудь здесь у нас будет выход регистра. Ну, плюс-минус, я просто так для примера говорю. Пусть здесь у нас, скажем, будет стоять основной блок от регистра. Далее здесь поставим инверсию. Вот. Здесь ставим Redstone. И здесь ставим еще один блок. Значит, внимание, самое интересное. Значит, почему я такую хрень придумал? Значит, каждый раз, как только у нас будет появляться сигнал, нас двигаем в регистре. То есть позиция будет равна необходимой нам, да? У нас будет очищаться вот все вот это поле с нарисованной буковкой. То есть переместились сюда, оно очистилось вот здесь вот уже. Переместились еще раз, оно здесь очистилось. Это нужно для клавиши Backspace. То есть, к примеру, у нас мы стоим на второй позиции, вот здесь где-нибудь. А на первой у нас горит буковка А. Если мы перемещаемся обратно на первую, у нас первая обновляется и буковка А стирается. Ну, как-то так. То есть как только сигнал с регистра приходит сюда, буковка А стирается вот напротив. Вот так вот. Однако, как только мы нажимаем клавишу вот здесь вот, у нас добавляются все необходимые скорборды в нашу систему. Вот. Регистр переходит уже на вторую позицию. Однако, как только регистр переходит на вторую позицию, здесь сигнал тухнет, загорается рацион факел и спавнит нашу буковку А вот здесь вот. То есть, в принципе, система очень-очень простая, она доживо простая и очень классно работает на самом деле. То есть это уже проверено временем, так сказать. Вот. Давайте сделаем систему обновления сигнала. Сделаем ее как-нибудь так, чтобы здесь не задевало вот этот командный блок, в котором будет вот этот командный блок, в котором будет команда fill. Мы поставим здесь полублок. Вот так вот. То есть он не будет активироваться от полублока. Вот. Поставим здесь такую систему, которая будет обновлять постоянно эти кусочки редстоуна. Не кусочки, а, вернее, командные блоки с редстоуном. Ну и в этот командный блок, который будет служить определенным регистром сдвига, мы вставим вот ту самую хрень, которая находится у нас наверху Так, тег и тег Вот, теперь нам необходимо ввести команда fill, которая будет работать как очищальщик нашей системы Вот, для этого, для начала, чтобы было нам яснее, я предлагаю выделить поле из, скажем, пусть будет золотых блоков Вот, 5 на 5 пикселей, чтобы нам было понятнее, как все это дело работает, как команда fill работает вообще Так, блин, что за хрень? Так, ripple1, выделим такие два уголка, чтобы вам было понятнее Вот, и смотрим Значит, команда fill выглядит следующим образом Вводим команду fill Значит, первые координаты, координаты одного уголка Потом, через несколько там пробелов, допустим, координаты второго уголка Потом ID блока Так, то есть, какой на самом деле ID блока? Вот песок Minicraft Send 0 Replace Вот, ну и теперь нам необходимо заполнить всего лишь все эти координаты Значит, как работают координаты Нам необходимо посчитать количество блоков, находящихся вот здесь Насколько я помню, вот так вот, если двигаться, то это ось X Да, это ось X И причем координаты уменьшаются Вот, давайте посчитаем количество блоков, давайте по ось X вот до сюда Вплоть до нашего песка Так, выделяем Идем вот сюда, вот так вот аккуратненько Ты-ты-ты-ты-ты И мы видим, что здесь у нас ровно 21 блок То есть, мы здесь вводим команду Не команду, вернее, координату Минус 21 Относительно вот этого командного блока Чуть, блядь, не сказал Мышка, правда, задолбала меня уже Вот Так, теперь Мы выбираем вот этот уголочек Мы видим, что этот уголочек находится На расстоянии минус 1 по высоте То есть, чуть ниже вот этого командного блока Соответственно, минус 1 вот здесь вот Вот Далее Лаги Так, смотрим, где находится вот этот блок камня Относительно командного блока Так, по оси Z Находится он где-то вот здесь вот Здесь расстояние Расстояние до этой штучки 4 блока Так, смотрим Увеличивается оно или уменьшается Так, оно явно уменьшается Вот Поэтому здесь вводим Вводим-вводим-водим-водим Где он-где 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 он Ой, боже Немножко просчитался Простите меня, пожалуйста Так, вот он командный вот этот Каменный блок Вот он Здесь находится он напротив Сильно лагает Так, и он находится вот напротив Вот этого командного блока Вот, то есть уже 5-5-5-5-5 Ровно 5 Здесь команда вводим минус 5. Бывают такие ошибочки неприятные. Ну да ладно. Этому ввели команду, которая будет работать относительно вот этого уголка. Теперь необходимо сделать так, чтобы она работала относительно вот этого уголка, второго. То есть она будет заполнять всю эту территорию песком. Теперь смотрим. У нас здесь примерно такое же количество, то есть минус 21 по оси Х. Минус 21 спокойно вводим. Значит, по высоте у нас примерно. Так, раз, два, три. Вот она находится, три. По высоте плюс три. Так, удаляем букву W по высоте три. Так, ну а по оси Z, по оси Z минус, нет, да-да-да, минус один. Ровно минус один. Вот. Наконец-то мы заполнили всю эту хрень, довольно сложно, но однако это того стоит. Это довольно крутая вещь, которой просто стоит научиться. Так, ввели команду. Значит, далее. Давайте перезабытим запись, что у нас не лагало, такое бывает. Итак, продолжаем. Теперь нам необходимо полностью сдублировать вот эту систему восемь раз по горизонтали. То есть для этого выделяем всю систему вот таким вот образом. Вот отсюда до, 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 сюда. Выделили. Удаляем. И вводим команду stack 8. Все. То есть основная система принтера у нас готова. Осталось лишь заполнить в командных блоках вместо нуля. Здесь будет у нас один. Это довольно-таки проблематично и трудно, но с другой стороны это того стоит. Один. Так. Два. Опять начинаются лаги. Не понимаю, чем это связано. Ну ладно. Три. Надеюсь, это не сильно повлияет на суть видео. Четыре. Четыре. Благо их немного, так что заполнять в принципе не очень сложно. Пять. На самом деле у меня есть скрипт, который позволяет заполнить все это автоматически, но поскольку не хочется нагружать зрителей излишней информации, поэтому приходится вот делать все это дело вручную. Да ладно. То есть со скриптом это буквально одним кликом можно сделать. Семь. И восемь. Так. Canon равно восемь. Минус равно восемь. Так. Вот так вот. Заполнили. Теперь необходимо сделать так, чтобы все эти редстоунинки постоянно обновлялись. То есть нужно сделать автообновлятор всех вот этих командных блоков. Для этого ставим обязательно вот на расстоянии трех блоков от командного блока. Это всегда так нужно. Самый быстрый блок-генератор. Вот такой вот. Здесь будет, как сказать, у нас клавиша подключения, включения. Кстати, знаете что? Поскольку у нас клавиша включения находится вот там вот, давайте мы сделаем систему вот с той стороны, потому что будет чисто как бы технически гораздо грамотней. Вот. То есть вот оттуда пойдем наоборот. Делаем отсюда. Так. Где у нас, где у нас, где у нас, где у нас блок? Раз, два. Раз, два. Поставим здесь редстоун блок. Так, нет, остальные трех блоков. Вот. И сюда у нас будет подаваться основная мигающая фигня. То есть основной мигающий сигнал. Далее нам необходимо всего лишь его удлинить. Удлинять будем вот таким вот хитрожопым образом. Вот. То есть у нас будет постоянно обновляться. Так, не лагать. Отлично. Сигнал проходит. К сожалению, при записи фрапсом это довольно-таки плохо улавливается. Но, другой стороны, суть понятна. То есть сигнал постоянно мигает. Репитеры постоянно мигают. Вот. Ну и последний репитер, пожалуй, поставим. Так, секунду, секунду, секунду. Здесь необходимо, похоже, поставить будет репитер без блока. Ну и, в принципе, хрен с ним. Остальное редстоун удаляем. Он нам не нужен. Вот. Это основная система, которая будет обновлять все командные блоки. Далее. Как же это дело у нас будет дальше работать? Так, минутку. Мы вообще правильно стаканули-то? О, боже мой. Мы стаканули неправильно, похоже. Ладно. Сейчас это исправим. Мы видим, что у нас золотые блоки просто по две штуки у нас стоят. И поэтому система получилась слишком, как бы, далеко. Давайте тогда сотрем пока эту хрень. Ладно, это наш фейл. Мой фейл лично. И сейчас мы будем его исправлять. Значит. Так. Сдвигаем эту систему один. Так. Movie, 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 s. Вот так вот. Movie-s. Тире s позволяет удалять, удалять, movie, так сказать, территорию передвигать с уже выбранным ранее регионом. То есть регион не приходится заново выбирать. Мы теперь ужимаем систему до одного блока. Расстояние между ними, чтобы было один блок. Так. Довольно, конечно, трудно с лагами это делать. Вот. Ну и теперь мы, по сути, сделали основную систему с двигового регистра. И сейчас протестим о ее выживании. И для тех, кто, может, что-то еще не понял, я еще раз расскажу принцип работы. Так. Так. Раз, раз, два, раз, два, раз, два. Давайте включим нашу мигалку еще разочек. Вот. Я смотрю, она как-то далеко больно стояла. Так. Можно, я думаю, переставить будет еще раз рестонинки. Чтобы это нам позволило сэкономить парочку еще блоков. Возможно, не придется поставить последний повторитель. Если нам, конечно, повезет. Вот. Так. Ставим. Да что ж такое? Из этих лагов просто невозможно. Видите, что получилось, да? То есть я стер случайно командный блок. Ладно. Скопируем из другого командного блока. Вставим сюда. И на единичку меньше. Вот. Если есть какие-то альтернативы фрапсу, то я их не знаю хороших. Они либо нагружают сильный процессор, либо снимают в очень сраном качестве. Вот. Так. Спокойно, спокойно, спокойно. Не нервничаем. Так. Здесь у нас хватает сигнала. Отлично. У нас хватает сигнала ровно до этого блока. И этот блок у нас будет прекрасно обновляться. То есть мы избавились от лишнего повторителя. То есть у нас будет гораздо меньше лагов на нашей карте. Нам повезло. Так. Основная система полностью готова. Значит, почему же у нас не тестирует, не тестирует, не тестирует. А вот. У нас написано, что очков 4. И у нас система отображает к компараторам, что у нас очков 4. И таким образом, поскольку у нас очков 4, у нас заспавнился где-то, по идее, здесь. Должен заспавниться наш песок. Вот так вот. Основная система у нас, короче говоря, есть. И мы можем уже пойти в выживание и пойти потестить ее. Как же это будет работать. Для того, чтобы мы хорошо смогли видеть, как она работает, давайте поставим где-нибудь вот здесь вот. Командный блок. Так. С командой. На Backspace. Scoreboard Players Remove. Собака А. Canon 1. То есть отнимать одну очко будем. Это будет Backspace. То есть мы будем перемещаться на одну позицию ранее. Вот. Ну а теперь самое интересное. Нужно сделать системку, которая будет автоматом перемещать у нас курсоры на одну позицию, как бы туда. По нажатию на клавишу Canon Key. Это довольно просто сделать. Мы всего лишь берем. Ставим здесь командный блок. Рядышком просто, где угодно абсолютно. От него один компаратор. Вот. И здесь пишем команду. Скорборд Teams Remove Canon Key. Вот таким вот образом. А здесь команду. Скорборд Players Added. Собака А. Canon 1. Вот так вот. Короче говоря, мы сделали так, чтобы понажать на любую клавишу, то есть Canon Key. У нас будет добавляться одно очко у нас в нашу систему. Это довольно просто и удобно. Вот. Могли, конечно, сделать гораздо проще. Могли бы сделать, чтобы у нас добавлялось очко понажать вот на эту клавишу. Вот эту фигню. Но это было бы просто как-то, не знаю, не очень эстетически приятно. Для меня лично. Поэтому такие дела. Потом еще увидите, для чего мы это сделали. Потом это будет ясно. Так, давайте отключим нашу мигалку и пойдем в версию 1.8. Потестим эту фигню, как она работает. Ну, для начала, для начала, для начала, для начала. Так. Берем команду. И так. Ведем наш ник. Да блин. Set Mr.Mog Canon 1. Вот. Мы, короче говоря, выставили первую позицию на принтере. Еще раз отдавим парочку раз нашу систему. И у нас будет здесь гореть наша первая позиция. Вот. В принципе, это... Так, где-где-где-где-где? Нулевую, нулевую, нулевую. Естественно, не Денису. У нас просто нулевая, как бы, как первая считается. Поэтому будет у нас нулевая лучше. Лучше нулевая, конечно. Вот. Нулевая сделана для того, чтобы у нас при выключении принтера, то есть при удалении всех скорбордов, у нас они автоматом создавались и обновлялись на нулевую позицию. Так. Да что ж такое? Что ты будешь делать? Кошмар какой-то. Так, у меня вопрос. Почему не хочет гореть вот этот компаратор? Еще раз нажимаем на клавишу. А, понятно, 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 понятно. Все понятно. Видимо, нам все-таки не обойтись без одного репитера, поскольку здесь у нас находится полублок. Ноль фпс. Ноль фпс. Кошмар. Так, поставим еще один здесь репитер тогда. Хрен с ним. Вот. Ну и, короче говоря, у нас сейчас здесь горит нулевая позиция. Так. Ну давай. Боже мой. Вот. Нулевая позиция. Отлично. Загорелась. Немножко, конечно, такая проблематичная серия. Ну ладно. Хрен с ним. У нас есть уже клавиши бэкспейс. Давайте поставить здесь клавиши. Давайте здесь поставим песочек, чтобы у нас ничто нас не отвлекало. Сет 12. Ну вот. Ну и пойдем в мир выживания. Потестируем нашу системку. Так. Сохраняемся. Так. Заходим в главное меню. Заходим на карту Printer. Хуинтер. Теперь необходимо включить нашу самую главную мигалку, которая отвечает за регистр сдвига. Ну и за клавишу Canon K. Так. Включаем ее рычажочком. И возвращаемся к нашей самой главной клавише с буковкой A. И сейчас мы воочию убедимся, что у нас все буквы полностью печатаются, все работает и прекрасно, в общем, все хорошо. Так. Нажимаем на буковку A. У нас добавляются наши скорборды. Мы видим, что у нас справа переключилось значение с нуля на единичку, с нулевой позиции на первую. И у нас здесь отображается наша буковка A. Вот. То есть как же это сработало? Давайте объясню для тех, кто еще не совсем понял. Давайте еще раз нажимаем на буковку A, чтобы заполнить сразу две. Так. А. 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 Ну и так далее. Хватит. Она работает очень быстро, то есть можно нажимать по сути каждый раз и все прекрасно будет работать. Четыре буковки A. Ну и так же смотрим на клавишу Backspace. Удаляем. 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 И наша позиция так же изменяется. Значит, как же все работает? У нас каждый раз тестируется наша позиция на экране. По умолчанию она равна нулю. Давайте сделаем ноль, собственно. Как только мы нажимаем на буковку A, у нас добавляются позиции, скажем так, изображения. Так, кто-то в Steam не пишет, надо Steam закрыть. Так, пошла вон. Вот. Так. У нас тестируется наша позиция на экране. И как только у нас добавляется необходимая наша клавиша, у нас позиция переключается с нулевой на первую. И как только у нас позиция переключается с нулевой на первую, вот отсюда уходит сигнал с компаратора, у нас обновляются все наши командные блоки, которые отвечают за буковку A. Вот так вот. И тем самым у нас загорается здесь буковка A. Однако, как же работает Backspace? Как только у нас появляется здесь сигнал на компараторе, то есть мы перемещаемся на одну позицию ранее, вот, допустим, на нулевую, у нас спавнится песок за место нашей уже ранее напечатанной буковки, вот с помощью вот этого командного блока. И обратно отмигивает наш факел. То есть система очень простая, она очень легка в использовании. А на этом, пожалуй, завершим сегодняшнюю серию. То есть мы сделали самое основное. В следующей серии мы, пожалуй, сделаем систему, которая позволяет автоматически создавать все скорборды. То есть уже будем дорабатывать некоторые мелочи, создадим парочку новых клавиш, чтобы нам было поинтереснее. Ну и, возможно, я без вас это создам, просто чтобы нас как-то развлекать. Вот. Отспавнили еще парочку буковок, вот. И, скорее всего, займемся уже системой печати. Вот. Как-то так. Так что с новой системой у нас уже сделано. В общем, всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам этот туториал понравился. Увидимся в следующих сериях. До завтра.